Батюшка Я как-то приводил пример. Вот как можно человеку доказать, что есть Солнце, если он слепорожденный? Чем вы будете, каким инструментарием будете пользоваться, чтобы доказать ему, что есть Солнце? У вас нет этих инструментов. Если у него не будет зрения, вы не докажете ему, что есть Солнце. Кто-то мне говорит, он чувствует тепло. То он скажет, да вы меня подвели к лампе, которая греет, и все. Докажите мне, что это не лампа, а Солнце. Никак. И поэтому, чтобы увидеть Бога, почувствовать Бога, нужно, чтобы ваше внутреннее духовное зрение прозрело. Бог видится не телесными очами, а Бог видится внутренними очами, духовными, очами души. И самое главное, что это не иллюзия. Это объективный пример тысяч, миллионов святых, которые в правильной духовной жизни реанимировали свое зрение духовное. И это происходит очень постепенно, как в том евангельском сюжете, когда Господь возвращает зрение слепорожденному. и говорит, а что ты видишь? Он говорит, вижу очень смутно, вижу людей, как деревья. Потом Господь говорит, теперь как видишь? Теперь лучше, а потом совершенно. Вот так происходит наше прозрение духовное. Мы понимаем, что весь этот прекрасный мир кто-то создал. Мы постоянно видим его следы, следы его творчества. Но чтобы увидеть его самого, святые занимались духовной жизнью всю жизнь. Вот даже человек приходит учиться музыке, ведь он слышит из настоящей музыки очень-очень мало сначала. Он слышит очень-очень примитивно, основную такую мелодию. А ведь, чтобы начать слышать оттенки, это надо очень-очень-очень долго заниматься музыкой, кропотливо, стабильно, много лет. И вдруг человек начинает слышать вот те оттенки, которые для него раньше не существовали. Я не знаю, правильно я сейчас передам или нет. Я однажды на Афоне был в паломничестве один и встретил молодого человека, тоже паломника, который занимается профессионально византийской музыкой. И у нас завязался с ним разговор, и я ему сказал, говорю, знаешь, для меня она вот эта вот византийская музыка какая-то заунырная, тяжело воспринимается. И он, как человек, профессионально занимающийся этой музыкой, он мне сказал так, может быть, я сейчас неправильно передам, но это суть и не меняет. Он говорит, понимаете, батюшка, вот греки, тем более древние греки, они были в искусстве настолько талантливы, вот если ухо простого статистического человека слышит полтона, четверть тона, то вот ухо талантливого человека, который живет в этой культуре, оно слышит одну восьмую, одну там десятую тона. И их музыка строится вот в этих тонких моментах, которые для нас просто не слышны. А они их слышат, и вот они, они их вот там пишут и там воспринимают. Также духовная жизнь, камертон духовного человека настроен на одно двенадцатую, еще тоньше и тоньше и тоньше. Эти звуки для нас, вот это пространство духовное, для нас не существует. Вот не случайно говорят, что животные, вот дельфины, общаются на той чистоте, которая для человеческого уха не воспринимается. Поэтому нам кажется, что рыбы молчат. А они на самом деле говорят просто на той чистоте, которая не способна услышать человеческое ухо. Духовная жизнь происходит на той чистоте, эту чистоту наша, атрофированная грехом человеческое ухо, око, сердце, не воспринимает. Оно слишком, наше сердце огрубело. Мы чувствуем только грубые вещи, грубые состояния. Так вот, чтобы утончить свое сердце, чтобы оно начало слышать, видеть, на вот этих тонких, очень нотках, святые этому посвящали всю жизнь.